Андрей Колесников, «Узнание сжато». Расскажу о книге «Шум. Изъяны человеческого суждения». Авторы Дэниэл Канниман, Кас Санстейн и Оливер Сибани. На английском книга называется «Noise, a flaw in human judgment». Книга от автора бестселлеров Дэниэла Каннимана – это революционное исследование того, почему люди делают неверные суждения и как контролировать шум и когнитивные искажения. Представьте себе, что два врача в одном городе ставят разные диагнозы одним и тем же пациентам. Или что два судьи в одном здании суда выносят совершенно разные приговоры людям, совершившим одно и то же преступление. Два и час специалиста слушают одного патентента на должность и принимают противоположные решения. Все это так называемый «социальный шум» – изъяны в суждениях, которые заставляют людей ошибаться. Действия социального шума внешне малозаметны, но чреваты убытками и трагедией. До последнего времени этот феномен был малоизучен. Дэниел Каннеман, нобелевский лауреат и один из самых авторитетных сегодня исследований человеческого поведения, подробно разбирает это явление и предлагает способы снижения и устранения социального шума. Три причины познакомиться с обзором. Разобраться, как и почему случаются распространенные ошибки мышления. Научиться принимать решения взвешенно и осознанно, не попадая в ментальные ловушки и понять, когда ни в каком случае не стоит доверять своей интуиции. Восемь главных идей обзора. Там, где есть суждения, всегда есть шум. Нежелательное расхождение решений разных экспертов по одному и тому же вопросу. Самый опасный шум, шаблонный, он зависит от конкретной реакции конкретного человека, его опыта и заблуждений. Мы интерпретируем факты так, чтобы они совпадали с нашим мировоззрением, а остальные данные отбрасываем. Это главная ментальная ошибка. Решая задачу, постоянно задумываться о том, что вы могли упустить. Если хотите узнать качество суждений нескольких и многих людей по одному вопросу, не позволяйте им совещаться. Список оценок различных аспектов сделки или независимое рассмотрение, отложенное целостное суждение. Этот алгоритм годится и для собеседования, и для принятия любых важных решений. Имея дело с прогнозом, особенно невероятным, помните про регрессию к средним показателям. Замените суждения ранжирования. Шкалы с абсолютным величином, шкалы с относительным величином. Относительную оценку каждого сотрудника и их сравнительная оценка. Шум неизбежен. Но не стоит предпринимать чрезмерных усилий по борьбе с ним. Эти меры могут выйти дороже вреда от шума. Итак, что такое шум? Суждение нужно отличать от фактов и мнений. Факт однозначен. Расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров. Мнения могут быть сколь угодно разнообразны и зависеть от личного вкуса. Тарантино лучший режиссер. Суждения же всегда опираются на какие-то реалии действительности и при этом предполагают разброс оценок. Так, например, экономика Бразилии вот-вот грозит дефолт. Судьи, преподаватели, врачи, политики, экономисты все они постоянно выносят суждения. Суждения могут поддаваться проверке. Воздействие лекарств на пациента в течение пандемии, результаты выборов. А могут быть сугубо оценочными. Оценка студента на экзамене или приговор судьи не относятся напрямую с какой-то объективной ценностью. Поскольку и закон, и критерии преподавательской оценки в конечном счете условны. Все изъяны суждений сводятся к двум типам. Предвзятость и шум. Если какая-то экспертная группа вновь и вновь делает большинство однотипных ошибок, это предвзятость. Директора компании из года в год руководствуются слишком оптимистичными прогнозами продаж. Компания из года в год продолжает инвестировать в неудачные проекты, которые давно надо списать. Шум это разброс суждений, которые должны быть одинаковыми. Два судья дают разный срок за одно и то же преступление. Один врач лечит опухоль консервативно, а другой сразу рекомендует операцию. Шум коварнее предвзятость. Если врачи определенной больницы вновь и вновь лечат больных и звон рук плохо, это быстро обнаружится. Но если один врач из этой больницы хороши, а другие безграмотны, такое положение делал, могут долго оставаться неизменным. При этом работа хороших врачей не компенсирует работу плохих. Пациенты с неверно поставленными диагнозами здоровее не становятся. Больница продолжает работать, но незаметный шум снижает ее развитие. Существует три вида шума. Первое. В одном и том же суде могут работать и более суровые, и более снисходительные судьи. Развитие одной и той же ситуации одни экономисты могут прогнозировать оптимистичные, и другие более критичные. Разброс суждений по схожим поводам называется уровневым шумом. Более суровые судьи не обязательно суровы по отношению ко всем подсудимым. Они могут быть снисходительнее к мелким воришкам и строже к виновникам ДТП. Это тоже порождает шум. Шаблонный. Он зависит от конкретной реакции конкретного человека. А на реакцию в свою очередь влияет его опыт. Склад ума образованность. Разновидность шаблонного шума случайный шум, когда один и тот же эксперт в разных обстоятельствах не согласен сам с собой. Исследования показывают, что судьи более снисходительны к обвиняемым после победы их любимой футбольной команды. А врачи назначают больше опиоидов во второй половине дня, когда они устали и не имеют сил принимать более взвешенные решения. Уровневый шум заметнее шаблонного. Если вы главврач, разница в работе подопечных рано или поздно бросится в глаза. Но шаблонный шум звучит внутри каждого из нас и потому остается без внимания. Рассмотрим причины шума. Проблема в том, что в повседневной жизни быстрое мышление то и дело опережает медленно. Это чревато множеством заблуждений. Мы интерпретируем факты так, что они совпали с нашим мировоззрением, а остальные данные отбрасываем. Это предвзятость подтверждений. Можно сказать, мать всех ментальных ошибок. Руководство компании принимает новую стратегию развития. Все события, которые намекают на успех стратегии, отмечаются с большим воодушевлением. А те, что противоречат стратегии, считаются просто исключительными случаями. Мы считаем вероятно не то, что подтверждается фактами и статистиками, а то, что сильнее впечатляет и значит быстрее приходит на ум. Так, новости об авиакатастрофах пугают нас сильнее, чем сообщения о ДТП. Тогда как ДТП случается гораздо чаще и угрожает нам больше. Анализируя новую информацию, особенно числовую, мы склонны ориентироваться на ранее полученные сведения, даже если они не имеют никакого отношения к нынешней проблеме, так называемый эффект якоря. Мы также плохо запоминаем факты, но хорошо истории, сплетенные из этих фактов. чем менее противоречива эта история, тем лучше. Почему начиналась Первая мировая война? Потому что в 1914 году в Сараево сербский террорист застрелил наследника престола Австро-Венгрии. Разумеется, к войне привела целая цепочка фактов, но в память остается только сжатая история, желательно драматичная, и чем более складной она выглядит, тем больше фактов остается за бортом. В любом случае нам важно видеть причину. Отсюда вера воздаяния в рог. При этом мы то и дело путаем причину со следствием или принимаем за причину простое сходство. Так некоторые жители северо-запада Шотландии наличие вшей в волосах долгое время тесно связывали с состоянием здоровья. Если вши покидают хозяина, жди болезнь. Лекарям невдомек, что причина и следствие перепутаны. Не вши целительные, а насекомые не сбегают потому, что лихорадка проходит. Мы легко поддаемся иллюзии прогноза. Соцсети и новостные сайты полны разнообразных предсказаний. Поссорится ли Китай и США? Пойдет ли евро в цене? Эксперт, который знает, что сказать по поводу завтрашнего дня, желательный гость на ТВ. В конце концов, все мы хотим знать, что будет завтра. Так изучили 82 тысячи прогнозов от около 300 экспертов за 10 лет. Результат эксперты угадывали не чаще, чем если бы варианты развития событий выбирал генератор случайных чисел. Особенно плохими предсказателями были те, кто пользовался повышенным вниманием журналистов и сулил миру разнообразная беда. Эти люди преуспели в рассказывании связанных, логичных, главное, драматичных историй. А именно это нужно СМИ. Один впечатляющий нас аспект может повлиять на оценку всей ситуации, так называемый эффект Ореола. Десятки исследований показали, что красивых людей мы воспринимаем как более честных, умных, надежных. Им легче сделать карьеру. Это заблуждение дезориентирует нас и провоцирует шум. Все названные причины шума сводятся к трем тезисам. Мы мыслим не точно, предпочитая интуицию логики. Мы не хотим и не умеем это замечать и признавать. И мы легко подаемся влиянию. Обходить это ловушки значит снизить количество шума. помогут простые принципы. Даниэл Канема и коллеги называют эти принципы ментальной гигиены. Следовать этим принципам все равно, что мыть руки перед едой может не позволить совсем избежать болезни, но значительно снизит ее риск. Итак, 9 принципов снижения шума. Первый принцип. Если вам нужны эксперты, выбирайте самых лучших. ключевые критерии хорошие эксперты опытны, открыто новой информацией и всегда готовы учиться. Профессиональный уровень эксперта оценить проще. Общие когнитивные способности сложнее. Второй принцип. Назначьте наблюдателя за принятием решения. Взгляд со стороны нередко честнее и всегда дает нам пищу для размышлений. Кроме того легче распознать предубеждения в других чем в себе. Конечно на всякий случай всякий захочет идти против коллектива. Такой адвокат дьявола скептик. Он не очарован корпоративным духом команды и отнюдь не уверен что удача всегда будет на стороне родной компании. Лучше если наблюдатель будет руководствоваться списком контрольных вопросов. Вот примерные вопросы такого списка. Все ли альтернативы были рассмотрены? Были ли проигнорированы неудобные данные? Когда речь шла о прогнозах? Ставились ли под сомнение их источники и обоснованность? Третий принцип Дайте дайте слово не только людям но и алгоритмам. Алгоритмы не знают недостатков быстром мышлении. Алгоритмы восприимчивы не к историям а к фактам. Суждения людей очень часто ненадежны. Выводы алгоритмов очень часто надежны и всегда можно перепроверить. Обращайтесь к их помощи если это возможно в вашем бизнесе. Четвертый принцип сообщайте эксперту только информацию столько информации сколько нужно но не больше. Лишняя информация может повлиять на суждение эксперта и сделать его пристрастным. Поставляя экспертам по отпечаткам пальцев материал для анализа судебные лаборатории США держат их неведение относительно всего дела. Скажем не становятся ли подозреваемы раньше жертвы судебной ошибки. В противном случае как показали наблюдения лишняя информация негативно влияет на суждение эксперта. Он становится пристрастным. Кроме того эксперты должны задокументировать свой анализ отпечатка пальцев прежде чем посмотрят на образец отпечатка чтобы решить совпадают ли они. Такая последовательность шагов помогает эксперту избежать риска увидеть только то что он ищет. Пятый принцип помните про мудрость толпы но следите чтобы она не перемудрила. Есть интересная особенность которую психологи назвали мудрость толпы. Средний ответ большинства числа людей скорее всего будет близок к истине. Таков парадокс статистики усреднение множество независимых суждений дает новое менее шумовое суждение. С одним и тем же отвечающим это тоже работает. Но только если он даст второй ответ спустя некоторое время его усредненный ответ тоже окажется менее шумным. однако толпа мудра только в том случае когда составляющие люди не обсуждают вопрос друг с другом. Как только они узнают результаты других людей мудрость исчезает. Люди очень внушаемые существа. Этим опасны коллективные обсуждения. Тон в них слишком часто задает тот кто уступает первым. Эксперименты с присяжными показали если вначале обсуждения группа настроена снисходительно то результат обсуждения приговор окажется еще более снисходительным и наоборот. Участники не только заражают друг друга одними и тем же мнениями но и эмоционально накручивают друг друга. Как же быть? Получите независимые суждения у нескольких экспертов не ставя их известность друг о друге. И лишь потом подумайте можно ли объединить эти суждения. Если же вы собираете команду экспертов для очного обсуждения позаботьтесь о том чтобы они были как можно более разными жизненным и профессиональным опытом. В этом случае их усредненный ответ будет более взвешенным. Шестой принцип обратите эффект якоря на пользу. Оцените работу стратегического отдела нашей компании в этом году по шкале от 1 до 5 или оцените работу стратегического отдела нашей компании в этом году по сравнению с прошлым годом. На какой вопрос ответить легче? Конечно на второй. Наш мозг плохо управляет абсолютными величинами, но обожает все сравнивать. поэтому мы часто становимся жертвами эффекта якоря. И все-таки его можно применить и на пользу, если выбор якоря не случает. В приведенном вопросе такой якорь словосочетание прошлый год. Замените суждение ранжирования шкалы с абсолютными величинами, шкалами с относительными величинами. Отдельную оценку каждого и сотрудников их сравнительной оценкой. Седьмой принцип. Имея дело с прогнозом, особенно невероятным, помните про регрессию к средним показателям. Экспериментальные невероятные показатели, будь то оценка на экзаменах, температура за окном или игра на бирже, недолго остаются таковыми. В конце концов, и скорее раньше, чем позже, все возвращается к средним цифрам. Самый успешный за пять лет бизнес-план вряд ли окажется самым успешным и в следующую пятилетку. Жизнь компании вернется к средним показателям. Пациенты, госпитализированные с депрессией, покидают больницу в лучшем состоянии, но нет гарантии, что благоприятно сказалось пребывание в больнице. Возможно, течение болезни вновь вернулось в русло средних показателей. И последний, восьмой принцип. Избегайте раздражителей. Случайный шум порождается усталостью, голодом, цепнотом, дурным настроением. Они делают нас нетерпеливыми. Вспомним, как усталость заставляет врачей избегать поиска более гибкого лечения. Каждый из нас знает, когда именно в течение дня с ним случается упадок сил, когда голова работает хуже. Не принимайте трудных решений натощак или в дурном настроении. Проблем в жизни станет меньше. Но и хорошее настроение может заслужить плохую службу, поэтому лучше всего принимать решения в состоянии ровного спокойствия. Не в печали, не в дискомфорте, но и не в эйфории. Эксперименты показали, что люди в добром расположении духа, к примеру, после просмотра комедии, становятся гораздо доверчивы и теряют бдительность. Поэтому доля скепсиса никогда не помешает. И последний, девятый принцип рассматривайте разные аспекты проблемы отдельно, вынося по каждому независимое суждение. И лишь потом переходите к целостной оценке. Дэниел Каннеман вспоминает, как в начале своей преподавательской деятельности он оценивал экзаменационные работы. По привычке он читал все работы поочередно. Сначала одного студента, потом другого, третьего. результаты студенты, давшие отлично ответ на первый вопрос вызывали симпатию и это отражалось на оценке последующих ответов. Поняв это, Каннеман изменил тактику. Сначала ставил оценки за ответ на первый вопрос у всех студентов, затем на второй вопрос и так далее. Каждый аспект проблемы оценивался отдельно. Эта тактика актуальна на собеседовании при приеме на работу. Она позволяет не стать жертвой эффекта ореола. Сначала четко определите с тем, какими деловые качества требуются. Нацеленность на результат, умение работать самостоятельно, что-то еще. Оценивайте кандидаты независимо по каждому из этих критериев. Структурированные типовые интервью создают куда меньше шума, чем у них структурированные. Задавайте заранее определенные вопросы. Оценивайте их по заранее определенной шкале оценок. В Google, который следует именно такой методике, окончательная рекомендация по найму принимается коллегиально. Специальная группа изучает полный перечень зафиксированных оценок по каждому заранее определенному критерию. Окончательное решение о найме основано на среднем бале, присвоенном четырьмя интервьюерами. Но всегда ли плох шум? Вообще шум неизбежен. Там, где выносится шуждение, он есть всегда. Чтобы регулировать уровень шума, общество придумало два инструмента. Правило и нормы. Правило апеллируют не к суждениям, а к фактам. Они жесткие и однозначные. Поэтому эффективно снижает шум. Нормы оставляют простор для действий. Не продавать алкоголь лицам до 18 лет это правило. Уважительное отношение к старшим социальная норма. И правила и нормы несовершенны. А потому со временем корректируются. Так, бережное отношение к животным норма, но регулярное их нарушение может способствовать ужесточению законов в этой сфере. Так общество само выравнивает уровень шума. Все дело в том, насколько велика цена ошибки, порождаемым шумом, и цена ее решения. Но не стоит их преуменьшать. Шум постоянно и незаметно снижает качество насушения, а значит и качество жизни. Для того, чтобы обратить внимание на этого врага и объяснить, как с ним бороться. И был посвящен мой рассказ и эта книга. Вот видео найдет ссылку на текстовый конспект моего рассказа. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. До новых встреч. Пока.